Всем привет! Как вы знаете, а если не знаете, добро пожаловать на мой канал. Я предлагаю информацию конкретную, прикладную о том, как начинать зарабатывать онлайн на зарубежных биржах фриланса, становиться успешным фрилансером, увеличивать свой доход, улучшать английский язык. И замечаю по комментариям, что очень много, то что называется в английском языке, scarcity mindset. Что это значит? Это когда вы видите дефицит, препятствия, а не возможности. И я не хочу ни на кого тыкать пальцем, в первую очередь я буду тыкать на себя, потому что мне это очень знакомо. Когда я жила в Украине, у меня был, да, и сейчас остается немножечко вот этот менталитет о том, что все плохо, никому нельзя доверять, работы мало, жизнь сложная, надо выживать. Вот эти все установки, они дают отпечаток на то, как я смотрю на работу. Сейчас я изменила свой подход, и это видео о том, что не все так плохо. Не беспокойтесь, не будет никакого там Тони Роббинса, а-ля, ты все можешь, иди к своей цели, все замечательно, все, что ты сам себе подумал, ты так и разбогател, и так далее. Это несколько другая стезя. Я хочу конкретно посмотреть на цифры и рассказать вам, как, какая ситуация в мире, почему говорить о том, что работы нет, несколько неверно. Давайте теперь более конкретно поговорим на эту тему, и надеюсь, после просмотра видео у меня будет меньше комментариев о том, что все плохо. У нас, как у фрилансеров, как у удаленных работников, как правило, клиентура является малый бизнес. Если мы говорим о зарубежном рынке, это малый бизнес США, поэтому в основном будем смотреть на него. В США есть такая организация, Small Business Administration, государственная, которая собирает статистику и публично ей делится о том, сколько бизнесов, какой доход. И давайте конкретнее посмотрим на цифры. На данный момент в США насчитывается более 30 миллионов малых предприятий. Вы только задумайтесь над этой цифрой, на долю которой приходится 99,9% всего американского бизнеса. Это данные на 2019 год. Вы только вот посчитайте. И эти бизнесы, они создают полтора миллиона рабочих мест ежегодно и составляют 64% от общего числа новых рабочих мест, созданных в США. Можно говорить о том, что хорошо, есть эти цифры, но не все же эти малые бизнесы идут в онлайн и нанимают печи из города Краснодарск. Да, это такие, правда, есть внутренний штат, есть компании, которые предпочитают нанимать только американцев, но даже если мы возьмем не 1%, а допустим, 0,1% от всех этих предприятий, которые нанимают для каких-то задач фрилансеров, особенно с лучшими расценками, чем их американские коллеги онлайн, это уже больше 3000 рабочих мест. А если мы говорим о задачах, эту цифру можно спокойно умножать на 100. Также немаловажно то, что рынок это живая структура, живой организм. Ежемесячно в США открывается более полумиллиона предприятий. И, как правило, молодые предприятия, у них еще нет бюджета, чтобы нанимать внутренних сотрудников, оплачивать им зарплату четко по контракту. Они нанимают фрилансеров, они предпочитают фрилансеров, потому что могут себе их позволить для выполнения задач. Конечно, вы можете сказать и будете правы, что окей, предприятия открываются, и предприятия закрываются. И таки да, более 50% предприятий терпят неудачи, закрываются в первый год. Но на это можно посмотреть и все-таки с позитивной точки зрения, так как, знаете, стакан наполовину полон или пуст. 50% выживают. И 33% из этих 50%, которые выживают, у них бизнес идет 10 и более лет, успешно и прибыльно. Также не забываем, что новые предприятия открываются, пока одни закрываются. Это все как вот эта экосистема. Одно открывается, другое закрывается. Но работа всегда создается. Есть и другая ложка дегтя. Можно говорить о том, что COVID сильно ударил по экономике, и мы сейчас в кризисе, и будет только хуже, потому что это неизвестность. Но, я уже записывала об этом видео, COVID дал огромный толчок развитию многих онлайн-бизнесов. Онлайн-обучение, онлайн-фитнес, весь этот софт для проведения онлайн-встреч, для ведения удаленной работы, доставка еды. У меня уже есть об этом записано видео, можете посмотреть. COVID не поставил крест на нас. Мы также живем, мы также едим, мы также тратим деньги. Может быть меньше, но мы все равно участники рынка. Есть конкретные примеры того, как компании просто взлетели. Я не буду говорить только о Zoom. Возьмем, к примеру, Nintendo. Компания заявила, что ее годовая прибыль выросла на 41%, что является самым высоким показателем за последние 9 лет для компании. А вот ее прибыль этой компании за первые 3 месяца 2012-2020 года выросла более чем в 3 раза по сравнению с предыдущим кварталом. Это же касается и другой компании, которая занимается разработкой и выпуском компьютерных игр Electronic Arts. У этой компании вырос доход на 12% по сравнению с предыдущим годом. Если вы знаете, эта компания выпускает там игры FIFA и SIM-ы. Кто играл в Sims? Пишите в комментариях. Я в основном в игры не играла, но The Sims это таки было. Что же касается других компаний. Хорошо, компьютерные игры это своя категория. Есть категория, казалось бы, совершенно не связанная с онлайн. К примеру, компания из Лос-Анджелеса Beyond Meat, которая занимается разработкой синтетического мяса, во время COVID она получила просто огромный рост. Компания заявила, что ее доход более чем удвоился за первый квартал этого года. И за первые 3 месяца продажи достигли более 97 миллиона долларов, что на 141% выше по сравнению с 40 миллионами долларов за тот же период прошлого года. Компании растут. Кто-то теряет, кто-то выигрывает. Давайте посмотрим на более глобальную картину, потому что хорошо, можно повыбирать компании, если мы говорим о S&P 500. Это список самых крупных компаний, 500 самых крупных компаний США, которые предоставляют свои акции нам. Вы можете купить акцию Facebook, Google, McDonald's, пожалуйста, когда вы покупаете акции этого S&P. Давайте посмотрим на график. И это, кстати, вот те акции, которые и Buffett советует покупать, потому что, как видите, они всегда растут. Да, был спад во время COVID в марте 2020 года. Спад был у всех. Была паника, была неизвестность. Но если мы посмотрим на глобальную картину, компании выросли. Сейчас мы видим, что они давно уже выровнялись. Уже тот кризис, который был, остался в прошлом. И почему, как пример, я показываю эти акции, потому что мы можем видеть статистику с 1986 года. И смотрите, рынок растет. Да, были спады. Но тенденция всегда наверх. Почему? Почему так происходит? Потому что больше и больше людей глобально. Намного больше потребителей. Если мы зайдем в отчет потребительства в Штатах, мы увидим тот же график, да, идет снизу вверх. Да, есть небольшой спад, но уже практически доходит до той же точки, что было и перед COVID. Люди продолжают тратить деньги. Мы видим, есть конкретные цифры, сколько там миллиардов долларов тратится. И видим, что на глобальной картине не такая-то и большая потеря. Все, рынок сам себя регулирует. И в итоге мы выходим в плюс. Больше людей, больше потребителей, больше бизнесов. Поэтому прошу вас, когда вы говорите, что работы нет, что все плохо, вы ставите сами себе преграды, которых нет, которые вы себе выдумываете. Пожалуйста, поверьте в себя, поверьте в рынок. Я бы даже сказала, что для меня, как для фрилансера, который, ну, скажем так, стал относительно успешным, основным толчком было не то, что я изучила больше навыков, улучшилась в английский язык, а в то, что я поверила, что в этом мире есть работа для всех. Много работы, всегда есть. И я не опускала руки, я искала. Особенно на первых этапах я продолжала отправлять заявки. И когда вот у меня появился такой дух, и работа пришла. Поэтому давайте быть более положительными, верить, что мы можем добиться успеха. Да, в этом несправедливом мире. Мир несправедлив, этого никто не отменял. Но тем не менее, если вы пробуете, если вы верите, вы достигнете того, чего желаете. Пожалуйста, верьте в себя, я вас верю. Спасибо за просмотр и до новых скорых встреч. Успехов!